Всем привет! В последнее время фандом SCP в русском сегменте очень сильно вырос. И по большей части это произошло благодаря недавнему скандалу с регистрацией прав в России на торговый знак SCP неким Дуксиным, лидером сообщества ArtSCP. Традиционно оставлю все ссылки для интересующихся в описании. Люди любят скандалы, кто бы мог подумать. В основном резкий рост популярности SCP как темы произошел потому, что о ситуации заговорили в разных источниках, а YouTube так устроен, что чем больше разнородных СМИ говорит о чем-то, тем более важной считается эта тема. Соответственно, эту тему начал продвигать и сам YouTube. И в итоге видео по SCP начали появляться у крупных блогеров с миллионами подписчиков. И нет, не надо этого бояться. Приток новых людей это всегда хорошо. А может еще подключатся жадные до внимания журналисты с федеральных каналов, или безумные политиканы с поехавшими конспирологическими теориями, и прочие фрики, которые раздуют какую-нибудь дичь вокруг фандома SCP и сделают нам весело. Но пока нас веселит одна конкретная личность. Тот самый лидер ArtSCP Дуксин. Далее мистер Д, который обещал отозвать регистрацию торгового знака в своем видео. Но не сделал этого. Более того, выяснилось, что он даже не собирался этого делать. Неравнодушный участник сообщества SCP обратился в службу по интеллектуальной собственности и выяснил, что никаких документов на аннулирование этого товарного знака никто не подавал. То есть мистер Д сказал нам неправду о том, что подаст такие документы. А почему так вышло? Мы сейчас и узнаем. 29 июня 2019 года в сообществе SCP Foundation Russian Branch Fan Community один из администраторов российского филиала SCP, Дмитрий Зельтон, написал большой пост, в котором выражает свое недовольство и открыто задает накопившиеся у сообщества SCP вопросы к мистеру Д. И главный вопрос это, конечно же, обещание этого мистера Д выпустить некий фильм по SCP. Обещания странные и не слишком правдоподобные. Но ведь для этого же он, по его словам, цепляется за эту торговую марку. Но как бы не так. Внезапно всплыла занятная переписка, из которой стало понятно, почему мистер Д так темнит со всем этим фильмом. Ведь до этого он упорно скрывал от нас, как кто будет снимать фильм, так и вообще, что это будет за фильм. Из этой переписки следует, что некая кинокомпания Кинослова на самом деле наткнулась на материалы по SCP сама, и ей они очень понравились. Она, то есть эта кинокомпания, действительно хочет что-то снимать на тему SCP, но пока не знает, как именно она будет поступать. Так что же мы имеем? Кинокомпания открыла для себя SCP и хочет снимать фильм, окей. А как же вообще связан с этой ситуацией мистер Д? Давайте-ка я вам прочту дословно его ответы с переписки. Если появится определённость, и я пойду на совещание, я буду настаивать на том, чтобы по крайней мере я участвовал во всех аспектах процесса и говорил, что хорошо, что плохо. То есть, как лично я понял эту ситуацию, мистер Д как-то прознал о том, что эта компания заинтересовалась темой SCP и пытается навязать себя, Кинослову, в качестве главного знатока и эксперта по вселенной SCP. А торговая марка ему нужна, скорее всего, только для того, чтобы от него не могли просто так отмахнуться. Да, вы не ослышались. Мистер Д хочет, чтобы киношники общались только с ним. И это всё ещё тот самый человек, который когда-то обвинял других в паразитировании на фандоме в личных интересах. Узнав об этом, российские и английские филиалы SCP направили письма в кинокомпанию, где объясняют настоящую ситуацию. Так что теперь мы ждём ответа от кинокомпании. Было бы довольно круто, если бы подобный фильм снимался совместно с российским и английским филиалом SCP, без всяких мистеров Д. А теперь к веселью. В конце своего поста Дмитрий Зельтон рассказал о том, что в Петербурге пройдёт фестиваль StarCon, на котором будет снова стенд мистера Д с его мерчем, где у него можно будет взять интервью по поводу сложившейся ситуации. Также он просил избегать негатива и, само собой, не делать ничего некрасивого. Казалось бы, всё идёт своим чередом, но мистерда не был бы собой, если бы не учадил бы какую-то дичь. На странице сообщества ArtSCP он написал пост о том, что фестиваль прошёл хорошо, за исключением того, что, по его словам, Зельтон написал агитационный пост, в котором призвал недоброжелателей идти к нему, к его ларьку. И дальше я цитирую. И к нам на стенд действительно пришёл какой-то недоброжелатель, который скрытно, пока никто нас не видит, разбил один из наших главных экспонатов, а именно большой плазменный диск. На фестивале, где была куча народа и наверняка куча камер наблюдения, охрана, неизвестный мастер стелса и ниндзя 70-го уровня, в ту секунду, когда все отвернулись от огромного плазменного диска, стоящего на самом видном месте, с агитированной вражеской пропагандой нанёс подлый удар в спину, разбив ценнейший артефакт, стоимость которого наш миллионер и филантроп, конечно же, не поленился указать, чтобы нам было особенно горько и стыдно. Что же может сделать эту ситуацию ещё более тупой и абсурдной? Казалось бы, ничего. Но нет, вы недооцениваете мистера Д, он может. Внимательные участники сообщества заметили, что на видео от 29 июня, которое было размещено в 1749, где демонстрируется стенд, можно заметить, что диск уже разбит, а пост администратора российского филиала SCP появился только в 19 часов того же дня. Тут я не совсем понял, но похоже, диск был вообще разбит до того, как фестиваль начался. А вы что думаете по поводу фильма и загадки плазменного диска? Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok